Привет, броу! И это очередной шедевр от Espirid Games. На эту игру я тебе делал уже пост в ТГ-канальчике, ссылочки будут в описании, также будет на болталочку, где ты можешь писать всё что угодно и общаться на любые темы, а не только комментировать посты в ТГ-канале с играми. Итак, это у нас MMORPG в максимально восточном стиле. Классы я тебе показывать не буду, хоть их и много, но все они нацелены на одно единственное, нанесение максимального урона и ничего более. Каждый персонаж на старте у вас будет обладать четырьмя скиллами, три будут АОЯ дамагом, ну а четвёртый будет просто контроль. Ну и будет у вас такая форма своеобразная бога, где вы превращаетесь в какого-то китайского чувака с огромными мечами и неплохо так нафигачиваете урон всем, кому не попыть. Обещают огромные масштабные ПВПшки, много активности, но ПВПшки будут у нас немножечко попозже, пока мы всё занимаемся ПВЕшкой. Порадовал, что у нас здесь не только фарм мобов, но больше даже фарм боссов, на которых нам нужно ходить, на боссов по сюжетке и на боссов мировых, чтобы набивать себе шмот. Шмотки можно синтезировать, создавать, выбивать, куча делать всё, что угодно. Есть у нас ковка снаряжения, ковка снаряжения здесь максимально казуальная, она вообще просто делается на авто. Слава богу, нет никаких шансов на неудачную ковку, либо вообще на поломку снаряжения. Что стоит отдать должное Spirit Games? Ну, русский язык, как всегда, присутствует. Да, за это, конечно, большой плюс. Даже на этом фоне, по сравнению с остальными компаниями, Spirit Games выглядели даже, по сути, нормальными пацанами, потому что мало кто сейчас почему-то завозит русский язык, хотя это, на самом деле, нетрудно русифицировать. Даже хрен с ним, не пользуйтесь какими-то дорогостоящими услугами, переводчиками. Хотя бы просто переведите, ну, чтобы было более-менее понятно ориентироваться. Также из плюсов можно добавить очень большой обширный ассортимент скиллов, как активных, так и пассивных. То есть можно будет собрать неплохие вариации, за это плюсик. Хотя сама игра у нас максимально автобойная, максимально автоквестовая. И абсолютно не скрипя сердцем, я вам говорю, я не юзал скиллы пальцем нигде и ни в какой активности. Не уходил от того, и я так, и, в принципе, ничем таким не занимался. Для меня эта игра больше выглядит, наверное, как менеджером и мой ролевой игры. Наверное, как-то так. Больше мы здесь следим за развитием нашего персонажа, чем управляем им самим. Есть у нас различные кастомизации, очень много масочек. Ребята, это актуалочка у нас, не более со стороны китайской. То есть масочки у нас есть везде. Масочек много, много костюмчиков, татуировки, рамки. Короче, очень много различных красивичных эффектов, которые мы можем выбирать. И нашего персонажа напичкать. Разумеется, есть крылья, ну, куда уж без этого. Спасибо Legacy of Discord, которая дала начало этому некрасивейшему моменту мне крылья. Очень мне нравится, лучше сделать какие-то отдельные костюмы. В каких-то костюмах будут крылья, в каких-то костюмах не будут. Если тебе эта игра интересна, ну, ссылочку я и на игру тоже добавлю в описании. Также, если тебе интересны коды, то можешь зайти в баннер. И прямо они в баннере уже будут написаны, вбить и получить себе кристаллики. Очень много рекламы. Купи себе VIP, купи не VIP, купи алмазы, купи не алмазы, задонать. И вот что меня очень разочаровал, я поймал здесь баг. То есть случайно зашел на покупку алмазов. Случайно, абсолютно случайно. И он мне типа показывает, типа, купи через Google Pay, либо перейди на сайт из спирита. Да какие они молодцы, если поддерживают российские граждане, если закрыт Google Pay, они здесь оно дадут оплатить. Ну, в общем, я, короче, свернул окно, и больше у меня потом игра не запускалась. Персонаж пропал, пришлось скачать нового. Такой вот обзорчик. Тебе спасибо за просмотр. Обнял, приподнял. Увидимся на следующем видео. Все ссылочки, тега-канал, болталочка, игра. Все будет в описании. Пиши комментарии. Также, кстати, здесь есть 60 FPS, что не особо влияет на игру.